Компания Радострой. Приветствуем подписчиков. Сегодня большая пауза выдалась между работами. Я вот дома пока. Скоро поеду на объект. У нас бурение скважины идёт. Потом там септик пригласили люди посмотреть. Делали не так давно мы кроватку и такую детскую. Я рассказывал, видел, снимал. Потому что у нас семья многодетная. И постоянно вопрос возникает, что как там, где размещаться. И сделали кровать. В итоге я сконструировал примерно сам эту конструкцию. Позвал плотника знакомого. И мы с ним собрали буквально за 10 тысяч. Получилась такая вот кроватка двухэтажная, двухъярусная. Может как и ребёнок умещаться, может как и взрослый умещаться. И в общем-то люди спрашивают. Я снимал в прошлом видео, строил ещё кровать. А сейчас уже покрасили. Кот пришёл в гости. Что в итоге получилось? Ну вот как получилось. Очень функционально. Сверху окошки сделали. Снизу окошки покрасили в белый цвет. Писалось в интерьер комнаты прекрасно. Кровать. Умещается стандартный матрас. 90 на 2. Здесь у нас дети и мультфильмы смотрят, когда бывает время. Здесь дети там что-то и играют, и перекусывают. В интерьер вписалось очень хорошо. Гармонично. Натуральные материалы. Пахнут деревом. Покрасили красками на водной основе. И что ещё я сделал? Сейчас, может, посмотрим. У меня вспышку получится включить. Да, сейчас вспышку включу. Здесь на втором этаже печку сделал. Такую декоративную. Дети тоже там периодически в неё играют. Второй этаж ещё не заселили. Не клали ничего. Сделал такую печку из этой. Из фанеры. Здесь по лестнице поднимаешься. Особенно в темноте нравится детям. Там установил лампочку такую. Сейчас выключу вспышку. Вот, под камин. В общем, сделал детям такую печку. У нас тут печка есть и в комнате тоже настоящая. Мы её, когда холодно подтапливаем. Вот, а здесь такая печка детская. Дети там кидают туда деревяшки. Вон там деревяшки такие валяются. В общем, здесь даёт такой уют. Здесь тоже со временем матрасик появится. Так что вот такая вот идея. Люди спрашивали, как раз в комментарии писали, когда я кровать ещё не покрасил, только сделал. Что получилось в итоге? Присылать. Здесь вот сверху такое у нас типа небо. С крышей синенькое. Сверху жалюзи открываются. Но немножко может быть опасно. То, что может при открытых жалюзи только вывалится. Поэтому мы их закрытыми держим. Но они в окошке выглядывают, дети. Вот здесь, соответственно, спокойно можно спать. Сейчас позовём заказчиков, спросим, как им понравилось. Играют они, не играют на этой кроватке. Ну-ка, давайте покажите, как вы играете на кроватке. О, полезли. В принципе, все разного возраста залезают. Умещаются на ней. Ну что, нравится кроватка, Мишань? Да, играете тут? А в печку подкидываете, дровишки? В печку так и подкинули. Ну что, там тепло наверху? Ну, в общем, они по этой лестнице там в самом разном возрасте залазят себе спокойно. Там размещаются. Ну что, довольны? Кроватка нравится вам? Ага. Да, горит огонь там, да? Нет. Так, аккуратненько спускайся. В общем, такое решение. Я считаю, что гораздо интереснее, чем какие-то такие покупные варианты. Еще здесь сделал нам плотник ящик под кроватью, такой достаточно вместительный. Вот эту вот часть нижнюю можно вынимать. Спокойно там чемоданы какие-то класят, там постельное белье. В общем, такое решение. По материалам, по стоимости получилось у нас около там 10 тысяч, чуть больше. За эту кровать полностью натуральная. Еще и за небольшие, за небольшие деньги мы сделали полки такие для книжек, для игр детских. Вот у нас всякие там игры детские, книжки. Очень удобно. Дети берут, сразу тут играют. Так что вот такое решение. В интерьере смотрится очень хорошо. Если в комнату заходить, выглядит очень прилично. Для примера можно показать, у нас есть детская комната в соседней. Кровать полкупная, вот эта, она же там много раз вся разваливалась. Мы ее там подкручивали по-всякому, эта кровать. Ящики тут развалились. Ну, и стоила она там порядка 15 тысяч. Ну, даже дороже, чем эта. Но и выглядит гораздо хуже. Если вот сравнить ту, которую мы сами сделали. Вот, интереснее. Всем, кто приходит, нравится. Гостям, детям очень нравится. Так что вот такая кроватка получилась. Есть видео, как мы ее делали подробное. Ничего сложного тут нету. Стоечки. Вот идут стоечки. Из бруса 5х5. К ним настелен, к этим стоечкам, тез. И сверху обшито вагонкой просто, и все. Лестница тоже сделана из теза. Просто немного простругали этот тез. Вот, сделали ступеньки. Ну, и небольшую обналичку. Там уже декор купили. Придается на любом стройрынке. Без проблем собирается. Собрали вот ее за два дня. Спокойно. В спокойном режиме. Здесь еще вот такое большое окно. Ну, не окно, а вот прорезь такая. Проем. Специально оставили. Вот для того, чтобы у нас столик есть такой. Мы здесь, в принципе, периодически собираемся. Гости приходят, обедаем. Столик ставим на ковер. Садимся сюда на кровать. Вокруг столика этого садимся. За счет табуреточки такие разные есть. И обедаем. Так что вот, всем желаем добра, уюта в семьях. В общем, делимся своими находками, такими решениями. Продолжение следует...